Вице-премьер из Байкальского края Три месяца повоевал Получил медаль и решил вернуться Известно ли вам по какой схеме Возвращаются чиновники Обратно на гражданку Кто это курирует Есть ли у этого крыша Как это работает Ну вы знаете схема это одна и та же Она на фронте в мирное время Она одна, плати бабки все будет Просто это очень дорогая услуга Очень дорогая Это как раньше В те времена еще Сейчас в тюремной системе Говорит о том какая тюремная система была Три года назад и сейчас Это просто разные континенты Если не вселенные И вот так вот Собственно тюремные услуги От УДО до мобильного телефона Не говоря уже Таких других Цапковских там крабов И красной икры Они все варьируются В ценах Люди удивительным образом Работающие в этой системе Умеют оценить человека Оценить не в смысле по достоинству А оценить по текущему курсу В рублях стоимость на копейки Сколько человек может стоить Вот эта услуга может столько и стоить Она может стоить 100 тысяч рублей Она может стоить 10 миллионов рублей Сколько угодно И обычно люди осужденные Например за взятку Или за мошенничество Или имеющие административные какие-то связи Плюс ко всему административные ресурсы Они прекрасно на войне Остаются и в тылу Занимаются Есть даже Было даже несколько отрядов Было несколько отрядов По крайней мере Два года назад Которые под водительством Дмитрия Саблина Если не ошибаюсь Были созданы Вот эти вот все Липовые афганцы И депутаты Госдумы И Царьграда Все такое Потом это распространилось повсеместно За малую толику денег Ты вполне себе Работаешь В тылу Потом договариваешься о медальке И с медалькой Ну там на самом деле нужен орден Ты уже совершенно свободен Вопрос денег Каких И кто определяет цену Как она определяется И можно ли сказать Что это все черная касса Или государство Непосредственно в этом тоже участвует Ну нет Государство конечно не участвует Государство это негласно одобряет Хотя это конечно все Совершенно Частный Частный рэкет Не хочу сказать частный бизнес Государство одобряет Как социально близких Как социально близких Конечно Так это в основном Дело и военкомов И разнообразных кураторов Разнообразных батальонов Ну например там известно Что там один батальон Под названием Урал Его курирует там Олигарх из Урала Алтушкин Ну что же он не продеет Родным людям Какие то есть Редуты там В самом начале Курировал там Дерипаска их И надо же какое совпадение Именно из его родного Услабинска И в Слабинский суд Да вышел шакро молодой Бывают в жизни совпадения Создавались даже специальные отряды Помните Это же ровно по той же схеме Пригожин Рассказывал Как у него Служит сын Пескова Да ну схема в общем та же Она и понятна Понятно что Песков наверняка Пригожину не платил Это все Услуги Взаимные услуги Частого характера Там явно совершенно Не было никаких денег Но в принципе Служат именно так Про войну Как отмывочную Вот мы в пятницу С Дмитрием Быковым Чуть-чуть успели Об этом поговорить Но ваше мнение Тоже очень интересно Вот например На фронте Правда не то чтобы Прямо по копе За небольшим столиком С кружкой чая Обнаружился муж Елены Блиновской Прошу прощения И бывший адвокат Эльман Пашаев Насколько это массовое явление И кто занимается Этой частью Военной жизни Кто накрывает стол И организовывает буфеты Всем кто хочет Как-то себя Через эту войну Перепридумать И пройдя Эту войну Вернуться в жизнь Новым Прекрасным И очень приятным И любимым Владимиру Путину Человеком Ну вы знаете Конечно Я думаю Что многих Положивших Довольно много То есть про Юлия Блиновского Я еще читала Про мужа Юлия Блиновского Что прежде чем Поехать на фронт Он еще пожертвовал Фронту 50 миллионов рублей В общем как-то Ну Вкладываются Очень большие деньги В отбеливание Хотела сказать Чего А потом постеснялась Не стесняйтесь Ольга У нас Понедельник День тяжелый Я думаю Что все примерно Плюс-минус На одной волне Поэтому не сдерживайте Себя Пожалуйста В следующий раз Не буду А тут уж Да И естественно Люди Почему-то решили Что Путин Не врет Когда говорит Что Участники СВО Это наша Новая элита Он врет Конечно Конечно Это не новая элита Но Можно добиться Какого-то прощения Чего-то там Поучаствовав В военных действиях Ну собственно Адвокат Пашаев Никогда в жизни Ему не удастся Начать новую жизнь Во-первых Потому что он не умеет По-другому Как-то А во-вторых Все адвокатское сообщество Прекрасно знает Ну хорошо Отвоюет он Приедет Назад И ему за это Вернут лицензию Его адвокатскую В шестой Или седьмой раз Ну что Долго продержится Или у него будет Много клиентов Которые незнакомые С его историей Ну может быть Может быть За какие-нибудь подвиги Может Блиновской Выпустят Блиновскую Из СИЗО Это не вернет Ее на место Королевы марафонов Никак не вернет Это не вернет им Собственность Не вернет им деньги И не позволит Разобраться с долгами Их будут Чморить до конца Сказано Что люди Вторая нефть Вот вы Вторая нефть Пожалуйста Наверное Один из самых Ярких персонажей В этом деле Стал Один из режиссеров Яралаша Который был Осужден за педофилию Причем за тяжелую педофилию Но он в процессе Отсидки Смог Переэклифицировать Себе статью Тяжелую педофилию На менее серьезную часть И с этой частью Берут на войну И вот он собственно С помощью войны Будет стараться Начать Новую жизнь Ему кто-нибудь это забудет Нет Он сможет работать В Яралаше Вряд ли Вряд ли Другое дело Что он сможет работать Я не знаю В школе-библиотеке Или физруком Это запросто Потому что Я сейчас смотрю И увижу Разгорающийся скандал Как тоже Ветеран СВО Который был осужден За доведение Подростков До самоубийства Осужден был И не отсидел Свой срок Вернулся работать Куда? Ну конечно В школу Конечно в школу Это вот Сегодняшний Или вчерашний скандал Который потихонечку Разгорается Эти вещи могут быть Но это же Понимаете Это же обычная школа Это же обычные дети Которых никакому пути Не жалко И Ну хорошо Еще там Минус один Два Три ребенка Господи Еще нарожают А Собственно То что эти люди Не поднимутся Выше Не знаю Там Президиума За Кумачом Это совершенно точно Потому что Это новая элита Это новый гегемон Новый пролетариат Ну хорошо Будет он сидеть В Президиуме На съездах Молодежи Столеваров А ну-ка Девушки будет судить В жюри Там Или что-нибудь еще Ну не больше Ну не больше Так-то конечно Его Воткнут везде Одного ветерана Второго Третьего Но не дальше Чем за Чем жюри А ну-ка девушки Дальше Дальше уже Все Распределены Ну вот как раз Интересно Вы говорите Что все эти попытки Вернуться обратно В люди И все эти Пожертвования Как-то сильно Ни мужу Блиновской Ни самой Блиновской Не помогут А почему Это не та дверь Не туда стучаться Или Почему Как вам кажется Да конечно Это не та дверь Вообще-то Человечество За Наверное Там Не знаю Чуть наверное Меньше Пяти тысяч лет Своего разумного Существования Ну как-то Выработало Механизм Искупления Механизм Прощения И Это сложный Очень процесс Дом духовный Нравственный Это путь Ограничений В любом случае Осознание Искупление Разговора С Жертвами С Тем Что твоя жизнь Перенастраивается И Не то чтобы Это люди забывают Наоборот Помнят и видят Как ты меняешься Не верят В это Одобряют Это тяжелый путь Это тяжелый путь На Голгофу Да Это тяжелейший путь Тем не менее Тем не менее Собственно Несколько книг Про это написано Один из них Называется Библия В общем Так нет Нет Я скорее про то Про то что Внутри системы Это не та дверь Или Все таки та Нет Внутри системы Это Это не та дверь Это не та конечно Дверь Войны Для этого Недостаточно Это Это неплохо Но можно было И обойтись И в общем то В принципе Этого недостаточно Конечно нет Здесь нужно Нужно другое Здесь нужны Какие-то Особенные старания Ну вот например Очень хороший путь Ну например Если ты например Гей И при этом Возглавляешь Борьбу с ЛГБТ Вот Знаем таких Более или менее Вот именно Да То есть Это путь проверенный Мы же видим Уже многие Удавшиеся В карьерном смысле Биографии Которые именно такие Да Поэтому Что-нибудь Что-нибудь в этом духе Бороться С такими Как ты Наступая на горло Своему будущему Своему Собственному Своей страсти Ну или Предаваясь ей Там тайны Ну Лишь бы Лишь бы Вот Лишь бы показать хозяину Что ради него Он готов на все Своей страсти Своей страсти Своей страсти Своей страсти